Этому клубу на первых бутырках уже 58 лет. Он был открыт при приборном заводе. Занятия среди школьников, как и сейчас, проводились бесплатно. Сам клуб был одним из самых популярных мест дополнительного образования. Бессменным директором более 40 лет являлся Олег Ефремов. Мастер спорта по водному туризму, главный судья первых соревнований в Рязани по туристскому ориентированию. Человек, которому была небезразлична судьба клуба. Олега Васильевича не стало три дня назад, после тяжелого инсульта. На мой взгляд, связано. Потому что он очень переживал в связи с закрытием клуба. Слухи такие ходили, причем ходили с конкретными примерами, что не сегодня, а завтра клуб закроют. Но он, конечно, очень сильно переживал, потому что он всю душу вложил в этот клуб. Внук бывшего директора клуба Андрей Тарасов рассказывает, что когда-то здесь было до 8 секций. В клубе могли заниматься школьники всех возрастов. Для детей до 6 класса кружки «Мягкая игрушка» и «Умелые ручки». Сейчас только они и остались. Для тех, кто постарше – кружки любителей кино, хоккея, футбола, картинга, авиамоделирования и радиотехники. К сожалению, преподавателей сейчас нету, однако здесь осталось огромное количество радиодеталей. Причем радиодетали абсолютно рабочие, несмотря на их возраст. Они вполне могут быть использованы в учебном процессе. Это и резисторы, и конденсаторы, огромное количество различных релей. Здесь есть все абсолютно. Я, наверное, все это время успел посетить все кружки и клубы, здесь, которые находятся. Довелось мне побывать и в радиокружке. Я занимался около года. За это время мне удалось освоить азы радиотехники. Научился программировать микроконтроллеры фирмы «Атмега». В дальнейшем мне это очень помогло. И сейчас я студент третьего курса факультета учреждения техники. И мы делаем вещи, которые в 8-9 классе я делал тут. Как мы видим, в клубе есть практически вся инвентарная база, даже старенькие компьютеры. Классы сейчас попросту пустуют. Со слов работников клуба, после ухода любого из преподавателей, его вакансия сразу же снимается. В оставшихся двух кружках сейчас занимается около ста человек. Периодически приходят целые группы от школ. Также любой ребенок может абсолютно бесплатно присоединиться к занятиям. Для них и продолжают работать трое преподавателей. Говорят, что держит их здесь вовсе не зарплата, которая, к слову, достаточно скромная. Мне очень нравится здесь. Эта атмосфера мне нравится. Мне нравятся эти детки. Мне вообще эти дети нравятся. Мне нравится с ними заниматься. Мне интересно. Я погружаюсь в какой-то мир детства. И я там с ними в этом мире летаю. Родители воспитанников уже написали обращение на имя директора приборного завода, а также обращение с подписями родителей к главе администрации Олегу Булекову с просьбой передать клуб в управление образования молодежной политики Рязани. Сейчас он уже не является собственностью завода. По неофициальной информации, с 1 июня клуб могут закрыть. Сотрудники предполагают, что это связано с недавней сменой руководства завода, которое, видимо, решило провести оптимизацию. Однако официальных распоряжений пока не было. Возьмутся ли городские власти за этот клуб, покажет время. Обращение принято к рассмотрению. Вместе с воспитанниками и преподавателями надеемся, что это решение будет правильным. Ведь, по сути, клуб «Волна» предоставляет одну из немногих возможностей бесплатного дополнительного образования для детей в городе. Клуб «Мечта», расположенный на улице Советской Армии, также имеет бесплатные секции. Но там специализируются на техническом моделировании и робототехнике. Большинство же секций в городе платные. Поэтому так важно сохранить возможность для наших детей развиваться всесторонне.